Презентация Чуваши в Общественной Палате страны заслужила самых высоких оценок. Это отмечают члены общественной организации. Накануне в Москве представили достижения республики и рассказали о ее потенциале. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. В коридорах Общественной Палаты такое увидишь редко. Живая музыка, задорные танцы и песни, чувашскую культуру здесь презентовали во всей красе. Гости в буквальном смысле слова смогли увидеть республику как на ладони. На этой карте оживали достопримечательности районов. Проект «Время отдыхать Чуваши» заслужил самых высоких оценок. Творческие связи с Чуваши, с Чебоксарами у нас сложились очень прочные. Мы были неоднократно, наши коллективы, танцевальные коллективы побывали в вашей столице. И впечатление самое необыкновенное, потому что это такой заряд бодрости, это такая атмосфера общения, доброты. На этой выставке гостям показали, и каких достижений удалось добиться Чуваши за последние годы, чем славится республика и куда стремиться. Мы гордимся, что из двухсот лучших школ России, 12 – это школа Чувашской республики. Сегодня мы говорим о том, что около 80 человек граждан в столе не рубеж. Спортивные успехи республики членам общественной палаты презентовал известный легкоатлет Юрий Барзаковский. Олимпийский чемпион не раз тренировался в Чувашии перед своими стартами. Выезжая из Чувашии, едя на какой-то официальный старт, я всегда возвращался с какой-нибудь медалью. И это было уже как традиция из года в год. Мой сын, старший сын, он тренируется, сейчас занимается легкоатлетикой. И каждый год он ездит в Росинку отдыхать и тренироваться там. На выставке достижений презентовали перспективные проекты в области сельского хозяйства. Президент Союза птицеводов страны Владимир Фессинин отмечает, что в агропромышленном комплексе республики произошли позитивные перемены. В животноводстве России в целом и в республике Чувашия интенсивно и динамично развивается птицеводство. И, конечно, селекционное предприятие «Вурнариц», которое занимается интереснейшей селекцией гусей, в частности линдовской породы, она сегодня занимает самый большой удельный вес в Российской Федерации. Презентации регионов в общественной палате страны устраивают второй год подряд, но еще никогда экономический потенциал субъекта не представлял его руководитель. Каждый регион России уникален. Чувашия динамично развивается и в то же время самобытный регион по Волжье, где из поколения поколения передаются и бережно сохраняются история, язык, традиции, культурные наследия наших предков. Глава Чувашии отметил, что особую ставку власти республики сейчас делают на развитии интеллектуального потенциала инноваций. В регионе налажен эффективный гражданский контроль. Я всегда считал и считаю эффективный гражданский контроль над деятельностью власти, консолидирует общество, способствует укреплению социального партнерства. Общественные палаты в регионах начнут формировать по-новому. Это приписывает недавно внесенный в Госдуму законопроект. В документе прописано, сколько членов должно быть в палате, кто и как их будет избирать. Под контролем, хотя мы юридических механизмов этого контроля не имеем, но тем не менее общественный контроль за общественной палатой Российской Федерации. И с помощью гражданских активистов в регионах, я думаю, что мы будем формировать более открытые и эффективные общественные палаты в регионах. Это должны быть те люди, которые сегодня добровольно решают проблемы улучшения качества жизни населения. Этот закон позволит сегодня работать в палате автономно в какой-то степени, потому что одна из проблем, которая касалась финансирования части вопросов, связанных с обеспечением деятельности палаты, он сегодня тоже включен в закон. Для общественной палаты республики этот год тоже символичен. Члены региональной организации готовятся отметить пятилетний юбилей. Михаил Игнатьев пригласил участников презентации посетить Чувашию, чтобы оценить лично, как развивается регион. Добро пожаловать в Чувашию! Низкий вам поклон!